Девушки отдыхают 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 пережить Лили. Женщина завершила работу ближе к часу. Это одновременно огорчило и обрадовало её. Лили уже была полностью измуждена. Усталась в последних дней и непрекращающиеся боли давали себя знать. Тем не менее, она ещё не раз перепроверила каждый график, каждую цифру и каждую аббревиатуру. И только после этого она аккуратно разложила листы по файлам, скрепила их в специальной папке и в последнюю очередь выключила компьютер. Вот и всё. Выдухнула женщина. Стала невыносимо грустно и печально, как бывает от просмотра последней серии любимого сериала. К горлу подкатил горький ком, в виски ударил жар. И Лили снова не смогла сдержать слёз. Так, под собственное рыдание, женщина просидела до двух. Наконец она нашла в себе силы подняться, дошла до кровати. И несмотря на человеческую усталость, дай ей признаться, бессмысленность действия, постелила бельё прежде, чем лечь. Немецкая педотичность всегда была её сильной чертой. Сон накатил тяжело, почти мучительно. Она никогда не видела, как этот призрак приходит. Каждый раз она просыпалась посреди ночи, а он уже был рядом. Вот и сейчас она слабо открыла глаза и увидела его. Точь в точь, как описывают смерть. Матовый чёрный балахон с просторным капюшоном парит в полуметре от пола. И внешне не проявляет никаких чувств. Ни любопытства, ни злобы, ни тем более сочувствия. Косы, правда, не было. Под капюшоном чернота. И ни единого звука. Только призрачная, безликая тень. А вот и ты. Лилия с трудом приподнялась на локте, чтобы лучше рассмотреть ночного гостя. Это была уже их двенадцатая встреча. Но впервые Лилия отнеслась к его визиту спокойно. Почти хладнокровно. Убегать бесполезно. Равно, как и умолять. Физические атаки, в том числе сковородкой и перцовым баллончиком, пустая трата времени. Молитвы и заговоры, бестолковое сотрясение воздуха. Всё уже проверено. Оставалось лишь смотреть друг на друга и вести немой диалог. Лилия смотрела на призрака внимательно. Очень серьёзно. Он и судья, и проводник, и палач. В его присутствии хотелось раскаиваться и хвалиться. Смеяться и плакать. Рассказывать всё безутайки. Этот дух не был ни добрым, ни злым. Идеальный своей справедливости камень. Беспристрастный, непричастный и одинокий своей бесконечной незабленности. Лилия молчала. Он и без слов видел и знал всё. Захотелось спать. Такое будечное земное и, главное, жизненное чувство. Лилия не стала отказываться от заманчивой привилегии, хотя бы в последний раз хорошенько выспаться. Она знала, что дух до поры до времени не тронет её и не причинит вреда. Женщина повернулась на левый бок, положила щёку на ладонь и закрыла глаза. Ей вдруг отчаянно захотелось не бы сейчас одной. Но так уж случилось. Так уж вышло к 40 годам. И в третий раз слёзы потекли уже из её закрытых глаз. Но сон в этот раз пришёл мягко и незаметно. Долгий-долгий день. Для чего человеку годы, если всего лишь один день может показаться длиннее и прекраснее всей жизни? В этот день Лилия делала всё в последний раз. В последний раз проснулась и заправила кровать. В последний раз почистила зубы и умылась. С неподдельным удовольствием вкусила последний завтрак под неунывающую мордашку Тимура Кизякова. Потом связалась с шефом и отправилась на работу. Поболтала о том о сём с коллегами, оказавшимися в выходные на рабочем месте. Картина посетовала на растущие цены и даже получила некоторые замечания по поводу небольших ляпок в завершённом проекте. Переделывать отказалась напрочь. Попрощавшись с коллегами, они думали, что Лилия на больничном и желали скорейшего выздоровления. Женщина отправилась в банк, где сняла с карточки и книжки всю оставшуюся наличность. По пути в церковь ещё раз позвонила Рафаилу. Так звали одного из работников ритуальных услуг. Он заверил, что место на кладбище готово. Ровно как гроб, оградка и крест. Всё пытался втюхать венки. Но Лилия отказалась. Было бы слишком цинично покупать для себя ещё и венки. Рафаил ведь не знал, для кого всё это заказывается. В церкви Лилия раздала все деньги бедным, оставив себя только на такси. Нищие кланялись, крестились, желали здоровья и божьего благословения. Только одна старуха приняла 500 рублей молча. Не проронив ни слова, она стянула себя косынку. Губы её задрожали, а из померших глаз потекли слёзы. Они бежали по морщинам и падали на деньги. Лилия некоторое время смотрела на старуху, после чего зашла в церковь. Божий дом не принёс ни облегчения, ни смирения. Лилия не верила никогда особо. Она в церковь пошла только потому, что часто вспоминала про бабку. Исповедоваться не стала. Что бы она рассказала батюшке? Что к ней по ночам приходит вестник смерти? Тут бы сразу же образовался религиозный парадокс. Верующий человек не поверил бы неверующему, который знает. А в лучшем случае, ей бы в конце исповеди пожелали побольше отдыхать и молиться. Только время даром терять. А осталось его немного. Лилия прошлась взад и вперёд. Немного помолилась. Перекрестилась и собралась на выход. Но что-то остановило её. Она вернулась назад. Надолго задумалась. После чего решетина поставила свечку за упокой сосной души. Что заставило её сделать это? Лилия не знала. Так или иначе, но из храма божьего женщина вышла с ещё более тягостным чувством. Следующие несколько часов Лилия пробыла в гостях у подруг. Сначала у Лены бывшей одноклассницы. Затем у Марии. И в последнюю очередь у Кристины. Именно её Лилия уже перед выходом попросила завтра с утра зайти к ней. Вот, сама откроешь. Проговорила Лилия, протягивая ключи. Ну, хорошо. Кристина удивлённо пожала плечами. Только не пойму, к чему это. Просто так. Лилия распрощалась с подругой и уже пешком отправилась домой. Кристина была из тех, которых называли «железными леди». Пусть уж лучше она обнаружит тело Лилии. Её волевой характер не даст катиться в панику и бестолковую суету. Кристина всё правильно сделает. День был пасмурным, но тёплым. Как раз таким, какие любила Лилия. Женщине захотелось прогуляться. Она вдруг отметила, что с самого утра чувствует себя более чем неплохо. Желудок не давал себе знать ни единой коликой. Голова не болела. Ощущался даже некоторый пролив сил. Лилия свернула в знакомые дворы и не спеша побрела в сторону набережной. Город словно задремал. Звуки перестали быть единым гомоном, а словно бы разбились на мелкие составляющие. Проехала машина. Гаражник открыл ворота. Каркнула ворона. Все они звучали как-то сонно и лениво. Слышно было, как падает снег. А если бы кто-то заговорил шёпотом, то это тоже было бы слышно. Лилия вышла на набережную и остановилась. Ей было грустно и хорошо. Она смотрела на ещё не замёрзшую чёрную воду. На пролетающих птиц. Она благодарила природу за то, что в последний день жизни та подарила Лилии столь прекрасную и выразительную погоду. Что-то было у Лилии в подобный же день уже очень давно. А что нам не положено знать? Женщина ушла в воспоминания настолько личные, что их будет неуместно описывать даже здесь. Вернувшись домой, Лилия всё в той же задумчивости встала у окна. Она вдруг испугалась того, что ей, возможно, так и не придётся больше увидеть солнце. Это огорчило её, но не так, чтобы сильно. Много ещё вещей осталось, которые она не успела сделать в последний раз. Побыть на могилках родителей, посмотреть любимый фильм, прочитать любимую книгу, встретить Новый год. И то случилось маленькое чудо. На самом горизонте неба проснилось и показалось солнце. Не целиком, только самая верхушка. Его было видно не больше минуты, и вскоре она скрылась за горизонтом. Но этого вполне хватило для прощания. Она улыбнулась, поблагодарила кого-то за ещё один маленький подарок и отошла от окна. Голодный кот уже сорок минут тёрся об ноги, требуя кормёжки. Этой ночью Лилия решила не спать. Ей захотелось увидеть, как этот дух приходит. Как он проникнет в её дом? Вылетит из темноты? Или дымком просочится в розетки и в вентиляционные отверстия? А может быть, просто открой дверь своим ключом и зайдёт? Лилия постелила бельё, переоделась в ночнушку и легла, не включая ни свет, ни телевизор. Электронный циферблат показывал полночь, когда она вдруг обнаружила присутствие ночного гостя. Женщина неотрывно смотрела в дверной проём. В какой-то миг моргнула. И этого мгновения хватило, чтобы демон оказался рядом с её кроватью. Он стоял всё так же спокойный, зловещий и безмолвный. По спине пробежал холодок. Горло пересохло. Это всё. Только я успела подумать Лилия. После чего вернулась боль, дремавшая весь день и вечер. Сначала спиралью свернулся кишечник. Да так, что это отдалось по всему телу. В висок что-то ударило. И в тот же момент сотни раскалённых игол возились в глаза и мозг женщины. Лилия сдавленно застонала и заметалась по кровати. Боль была настолько жуткой, настолько нечеловеческой, что казалось, нервные окончания вот-вот перестанут её воспринимать. Но они воспринимали. Ноги и руки похолодели. А в секунду всё тело скрутили судороги. Настолько сильные, что ещё чуть-чуть и мышцы начнут лопаться и дробить кости. Лилия извернулась на кровати в невероятную для её комплекции позу. Спина изогнулась дугой. Кончики пальцев касались ледяных пяток. Она не ожидала, что страдания будут настолько сильны. В ушах загремели струны тысяч расстроенных скрипок. Судороги не переставали вязать несчастную узлами. Выли зубы. Челюсть свело от немого крика. Глаза, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Воздух в лёгких кончился. Женщина пыталась вдохнуть, но лёгкие не принимали воздух и выталкивали его обратно. Она задыхалась и молила всех богов, чтобы поскорее задохнуться и избавиться от этих неведомых ни одному живому существу мук. Но муки не прекращались. О страшных страданий Лилия уже ничего не видела и не слышала, кроме возни и собственного тела на кровати. Ни мыслей, ни слов. Только боль. Женщина изорвала простыню. Скинула одеяло. Ваза, стоявшая на журнальном столике, со звоном полетела на пол. Она вся взмокла. Даже не плакала. Кровь из прокушенной насквозь губы мелкими струйками стекала по подбородку. Мочевой пузырь и сфинктер расслабились, залив и изморав ночнушкой матрас. Лилия хватала ртом воздух. Пыталась его откусить, словно яблоко. Но ничего не удавалось. Хриплый. У Жени женский крик вырвался из её пылающих лёгких. Вскоре он превратился в уродливое, жалобное бульканье. Горлом пошла кровь. Тело её разрывалось на части. Пальцы самопроизвольно сжимались и разжимались. Руки и ноги колотили по кровати. И всё это длилось не вечность. Нет, не вечность. Но минуты. Десять минут. Полчаса. Час. Тёмные, почти синие веки скользнули по яблокам в полых глаз. Белое, осунувшееся лицо Лилии уже ничего не выражало. Электронный циферблат на стене показывал три часа сорок две минуты. Три часа. Ночной гость куда-то делся. Последняя талика сил, как последняя копля бензина. Ближе к четырём Лилия смогла встать. Ноги подкашивались, будто переломанные. Возможно, страшные судороги всё-таки повредили какие-то кости и сухожилия. Женщина воспринимала реальность уже наполовину. Или даже на четверть. Она видела один угол комнаты, но не видела другой. Кота надо покормить. Шаг. И Лилия, как тряпичная кукла, летит влево и врезается в сервант. Лилия с трудом выпрямляется. Ещё шаг. И точно такое же падение, но уже вправо на компьютерный стол. Монитор, за которым она ещё вчера заканчивала работу, возмущённо качается на своей поставке. Кис-кис-кис. Женщина снова выпрямляется. На этот раз перед собой она снова видит призрачного гостя. Что-то в нём неуловимо изменилось. Но что? Рука. Из-под плаща выглядывает бледная, но не отвратительная рука. По ней невозможно было определить ни пола, ни возраста. Да и не было у него ни того, ни другого. Лилия выпрямилась и посмотрела на него безразличным взглядом. Её нижняя челюсть безвольно повисла. Сухой язык выпал на изгрызанную окровавленную кубу. Гость медленно взял Лилию за запястье и резко, почти грубо рванул на себя. Лилия. Лилия коротко вскрикнула. Что-то кулем повалилось к её ногам. Она опустила взгляд и увидела собственное безображенное тело, сорванное с неё ночным духом, как ненужный чехол. Лилия снова посмотрела на ночного гостя. Он по-прежнему удержал её. В то же мгновение очертания квартиры, мебели, покойника на полу стали растворяться в густой сияющей синеве, а лицо обдали порывы мягкого ветра. Лилия куда-то летела, и ей предстоял долгий путь. Лилия, у Damas Лилия. Лилия Субтитры подогнал «Симон»